мы распределим наш наш видео чат я буду рассказывать сначала суть проекта то есть что это за проект второй вопрос будет каким образом здесь можно зарабатывать в этом проекте что необходимо делать и как вы сколько и сколько вы сможете зарабатывать вот и сегодня у нас будет подведение итогов по конкурсу который мы проводим здесь вручение наших призов так что все эти вопросы мы сегодня обсудим и надеюсь видеозаписи вы потом посмотрите эту информацию так начнем с сути проекта что это за проект вокруг нас есть миллионы людей которые оказывают услуги в разных сферах и и самое плохое что очень много людей которые оказывают услуги особенно те которые живут на востоке украины такие города как ну там дети идет сейчас война эти люди которые получали заказы у них были свои клиенты и они вынуждены были переехать в другие города и даже в другие страны и эти люди потеряли клиентов по сути тот заработок который у них был они остались без него и если посмотреть чаты которых люди есть чаты в польше есть чаты в вайберах ватсапах в телеграммах очень много чатов существует украинцев которые переехали между собой общаются и там часто очень выскакует объявление что такой-то человек там ногти красит такой-то стрижет такой-то что-то еще делает то есть они пытаются каким-то образом донести до людей что они делают услуги но это все в чатах неэффективно и поэтому мы создали проект который позволяет очень быстро найти любую услугу которая существует природе то есть все услуги которые существуют природе что люди делают руками ногами с помощью транспорта или с помощью инструмента или с помощью своих умственных способностей мы собрались здесь и тут у нас есть категории вот такие вот в каждой категории есть подкатегории а в каждой подкатегории есть еще и услуги в общей сложности мы сюда добавили полторы тысячи услуг и это не предел потому что вот сейчас регистрируются новые люди которые регистрируются в проекте они добавляют новые услуги которые мы не предусмотрели ну то есть предусмотреть все услуги просто невозможно его за последних 10-15 дней где-то 15-20 новых услуг мы добавили по просьбе людей и добавлять услуги несложно потому что когда человек регистрирует какую-то услугу в нашем проекте то там всегда в конце есть кнопка добавить свою и любой человек может добавить свою услугу и я сейчас продемонстрирую как это работает вот когда человек регистрировать услугу значит регистрировать услугу можно двумя способами первое это создать услугу да еще очень важный момент у нас сайт работает на нескольких языках это украинский язык вот есть английский российская версия то есть он на сегодняшний день уже имеет три языка на котором он может общаться вот если я переведу на английский язык то он будет на русском языке это так информация чтобы когда заходит кто-то из нас там допустим с казахстана или с других стран чтобы могли понять что он мультиязычный и мы со временем будем добавлять сюда все новые и новые языки и так суть проекта заключается в том что мы можем очень быстро найти абсолютно любую услугу которая существует есть я сейчас продемонстрирую как это работает вот допустим нам понадобится я всегда показывает а сантехника сантехник мы пишем сантехники тут выпадают варианты вот они сантехники которые есть недалеко от того места которые указал то есть я указываю свое местоположение пишу сантехники вот пожалуйста есть сантехники которые здесь есть рядом я нажимаю на человека и могу с ним связаться и он меня обслужить то есть буквально за 10 секунд можно найти абсолютно любую услугу кстати эти услугу можно найти не только в украине допустим если мы поставим карту в румынии в польше прошу прощения и тоже напишем сантех никто там тоже уже есть сантехники то есть он не только мультиязычный этот сайта он еще может работать в любой стране в любом мире но мы будем масштабировать этот проект постепенно но люди уже с других стран регистрируются в нашем проекте потому что нам нужно помочь тем людям которые переехали в польшу допустим румынию болгарию чтобы они могли тоже свои услуги показывать тем людям украинцам которые находятся недалеко от них вот суть проекта собственно грязь проект заключается в двух сущность проекта заключается в том что мы создали marketplace который соединяет людей которые оказывают услуги с теми людьми которые эти услуги ищут и если среди вас есть люди которые оказывают услуги вы можете зарегистрировать и как это происходит как происходит регистрация проекта вот я нажимаю в поиске сантехника и тут вот сразу появляется кнопка создать услугу то есть вы находите ту категорию услуги который вам нужно допустим грузоперевозки и тут же сразу появляется кнопка создать услугу то есть вы видите тех людей которые уже зарегистрировались в этой категории и вы можете назад нажать кнопку создать услугу выбрать категорию выбрать место положения где вы находитесь то есть это можно указать на карте в любом месте где вы находитесь например житометры нажимаете кнопку продолжить добавляете сюда свой телефон описывайте свою услугу для того чтобы клиенты могли разобраться что это за ваша услуга то есть вы описываете там я умею делать такие то такие то вещи можете добавить здесь фотографию своих работ вот одну вторую до четырех фотографий называется портфолио можно добавить вы можете добавить услугу то есть если какой-то услуги у нас нету то вы можете добавить свою тут уже на этом этапе есть возможность добавить услугу вот здесь плюсик нажимаете и добавляете ту услугу который вдруг ее здесь нет так тут можно указать время работы за час сумму заработать за час и нажимаем кнопку продолжить выбирайте свое время и продолжить и вы можете создать здесь обязательный момент когда вы создали услугу вам нужно обязательно перейти в чат-бот этот чат-бот который будет сообщать вам когда к вам придет заказ то есть допустим вы зарегистрировали услугу и в этот момент вы выключили сайт и вы не знаете кто там вам позвонил не позвонил написал или не написал поэтому мы создали такой чат-бот который позволяет будет сообщать вам нужно пройти такую вот регистрацию нажать чат-бот вот тут вот приходит сообщение для того чтобы подвязать чат-бот до вашего публикового записи перейдите будь ласка за посыланием после всего пройдет поведомление что ваш публиковый записи активована нажимаете на эту ссылочку и вы попадаете снова на сайт и ваш учетная запись подвязана к этому чат-боту и следующий раз когда вы вы зарегистрируете услугу и вам какой-то клиент обратиться к вам в чат-боте в телеграме вам придет сообщение что вам поступил заказ и все так с регистрацией мы разобрались дальше идем к следующему этапу это в общем разобрались да что получается что люди которым нужны будут мастера они очень быстро могут находить их нажимают показывают на карте свою точку где они находятся выбирают любую услугу из 27 категорий которые здесь есть образование организация праздников допустим музыкальные сопровождения и вот есть люди которые делают музыкальное сопровождение или же вы можете добавить свою услугу все просто ничего сложного здесь нету так это мы выключим еще в нашем проекте есть заказ такси вот если переключиться на вторую кнопочку заказ такси здесь можно будет выбирать техпомощь грузовики автобусы универсалы вот и вторая кнопка виды заказа такси заказать на сейчас заказать предварительный заказ на время на сегодня на завтра или поиск ближайших автомобилей то есть у нас есть возможность заказать мастеров которые самостоятельно ходят а есть возможность заказать транспортное средство вот перечень транспортных средств будет указано здесь техпомощь грузовики автобусы универсалы и так далее ну вот две кнопочки здесь есть это мастера здесь такси вот они эти две кнопочки они здесь рядом есть вот вся суть проекта по сути теперь мы переходим говорим о том что в нашем проекте можно создать бизнес который будет пожизненно приносить вам доход в чем смысл дело в том что у нас нету денег для того чтобы провести рекламную кампанию этого проекта поэтому мы создали партнерскую программу и за счет людей которые станут нашими партнерами мы будем проводить рекламную кампанию сначала в киеве области потом такие города как одесса днепр запорожье харьков и львов а в будущем и выходе будем выходить на ближние и дальние зарубежья то есть постепенно будем масштабировать наш проект с помощью рекламы и вот сразу мы не мы не можем провести рекламную кампанию допустим на всю украину это очень дорого будет стоить и будет очень большая нагрузка на сервис сервис сразу когда если бы мы провели большой рекламу допустим на всю украину то мы бы не проверили нагрузку мы возможно там были бы затыки связанные с тем что сервера не выдерживали были есть какие-то моменты были поэтому мы выбрали самый правильный путь это рекламная кампания по областям берем киеве область делаем рекламную кампанию параллельно тестируем нагрузку наших серверов а потом масштабируем на другие города так вот для того чтобы запустить киев и область нам необходимо собрать сумму для рекламы то есть это полномасштабная рекламная кампания которая будет длиться в течение трех месяцев три месяца подряд должна идти реклама чтобы люди которые проживают в киеве и области узнали о нашем проекте и не только клиенты которые будут пользоваться нашим сервисом а еще чтобы узнали люди которые оказывают услуги то есть если в течение трех месяцев человек который оказывает услуги услышать или увидит эту рекламу он обязательно зарегистрируется в этом проекте как мастер в одной или нескольких категориях таким образом мы проведем рекламную кампанию люди узнают вот знаете раньше когда была такая ситуация когда мы не знали что калл x our workaround рекламную кампанию и они сейчас работают и зарабатывает раньше мы не знали что такое розетка они провели рекламную кампанию работает и зарабатывает точно также и мы проведем рекламную кампанию и И если кто-то из вас живет в больших городах и вдруг у вас возникнет вопрос, как у нас с конкуренцией, будет у нас конкурент. Да, конкуренты у нас будут. И в сфере такси у нас будут конкуренты, и в сфере услуг будут конкуренты, но нужно понимать, что трехмесячная рекламная кампания плюс поддержка партнеров позволит нам взять какой-то кусок рынка. То есть 10, 20, 30 процентов, ну от 10 до 30 процентов в разных категориях мы обязательно возьмем. Мы будем стремиться, конечно, и больше взять, но прогноз такой, что от 10 до 30 процентов рынков в каких-то категориях мы возьмем. И это будет достаточно для того, чтобы проект работал, чтобы люди пользовались этим сервисом, а чтобы те люди, которые оказывают услуги, получали клиентов. Вот такая задача стоит перед этим проектом. И рекламная кампания вот этого на три месяца в городе Киеве, Киевской области, составляет сумму 150 тысяч долларов. Соответственно, если 150 тысяч долларов разделить на тысячу человек, это получается по 150 долларов с человека. То есть мы собираем в среднем по 150 долларов с человека. Кто-то даст меньше, кто-то даст больше. И у нас будет достаточно для того, чтобы мы провели первую рекламную кампанию. Когда мы проведем первую рекламную кампанию, потом партнеры к нам пойдут рекой. Почему? Потому что те партнеры, которые сейчас начнут зарабатывать на исполнителях, которые оказывают услуги. И дальше я расскажу, как это работает. Вот. Они увидят, что вы уже зарабатываете. И они начнут тоже покупать пакеты для того, чтобы мы провели рекламную кампанию в других городах и в других странах. Но пакеты потом будут дороже стоить. И не будет таких хороших условий, как сейчас. Даже вот сейчас, когда мы шли к этому моменту, у нас пакеты постепенно дорожали, а условия ухудшались. То есть первые партнеры, которые зашли в наш проект, они получили очень сладкий пакет, в которых есть и 10 партнеров без приглашения, и 5 партнеров без приглашения, и 2 партнера без приглашения там было. То есть вот постепенно эти моменты. И исполнители мы даем сейчас без приглашения для тех людей, которые не умеют приглашать, чтобы вы могли получить исполнителей. И у вас есть такая прекрасная возможность сейчас зайти и построить бизнес на нашей платформе. Так, суть проекта я рассказал, теперь я расскажу, как вы будете зарабатывать. Вот эти люди, которые услышат рекламу в течение 3 месяцев и зарегистрируются как исполнители, их будет где-то около 100 тысяч. Вот эти 100 тысяч людей, часть из них мы распределим по кабинетам партнеров. То есть у вас, если вы становитесь партнером, вы получаете личный кабинет, и у вас появляются 3 кнопки. Первая, это по этой кнопке вы сможете приглашать людей, если нажать на нее, тут появляется кнопка скопирована. Вторая кнопка появляется, моя команда. То есть если вы кого-то пригласили, и человек зарегистрировался по вашей ссылке, то по сути он попадает сразу в мою команду. И тут у нас есть 3 сущности в нашем проекте. Это корыстовачи, это клиенты, которые будут пользоваться нашим проектом. То есть если человек зашел на наш сайт с приложения или с сайта, заказал услугу, то он является клиентом нашего проекта. То есть человек, который зарегистрировался на сайте, в первую очередь он является клиентом. Если этот человек зарегистрировался в одной или нескольких категориях, то он стал исполнителем, выканавцем. И это может быть и один и тот же человек. Он может быть и исполнителем, и выканавцем, и корыстовачем, клиентом. Приведу пример. Если какая-то женщина, которая умеет шить, например, зарегистрировала себя в категории швейного мастера, который ремонтирует одежду, она является исполнителем. Но если ей понадобится мастер по ремонту холодильников, то в этот момент она будет клиентом. По сути, все исполнители, которые зарегистрируются в нашем проекте, они же будут и клиентами, но только в других категориях. И таким образом мы, так сказать, будем друг другу помогать. В чем смысл помощи? То ли мастер будет сам себя рекламировать, что я вот человек, который ремонтирует компьютеры, например, и вешает объявления. А второй мастер вешает объявления, что я человек, который ремонтирует холодильники, кондиционеры, а я перевозчик. То есть они все себя рекламируют. И это идет очень много затрат у каждого из этих людей. А так они будут просто говорить, я мастер, ищите меня на Help.io. И он будет рекламировать и себя, и всех остальных. То есть каждый исполнитель, который будет отсылать клиента на Help.io, он будет себя рекламировать и всех остальных людей, которые здесь будут полторы тысячи услуг остальных. Таким образом мы получим такой, знаете, замкнутой цепь. Мы сами же и пользуемся этим сервисом, мы сами оказываем услуги, и мы сами же являемся клиентами этого продукта. Так вот, если вы становитесь партнером, вы получаете возможность построения бизнеса, реального бизнеса, который будет вам пожизненно приносить доход. Почему говорю пожизненно? Потому что те исполнители, которых мы вам дадим в кабинет, вот эти исполнители, которые вы получите в кабинет, они будут приносить вам доход. И вы будете видеть каждый раз, как они работают. То есть если исполнитель получит заказ от клиента и обслужит его, он получит какие-то деньги за работу свою. И 10%, ну я условно говорю 10%, она может быть чуть больше, чуть меньше, в зависимости от категории. Ну будем считать в среднем 10%. 10% он заплатит сервису, а часть процента получите вы на свой счет, и здесь у вас на балансе появятся деньги. То есть если исполнитель в вашем кабинете, давайте вот я простой пример приведу. У вас есть в кабинете водитель такси, который зарегистрировался в проекте по рекламе. Мы его, этого водителя дали вам в кабинет без приглашения, то есть вы его получите без приглашения в свой кабинет. Но вы можете еще одного водителя пригласить через кнопку скопирования и пригласить еще одного человека. У вас уже будет 2 человека, а может быть у вас будет и 10, и 15, и 20, и 30, и 40 человек. Ну мы будем проводить пример на одном человеке, так будем говорить. Вот ваш исполнитель получил заказ, водитель такси, перевез пассажира с точки А в точку Б и за свою работу получил, допустим, 400 гривен. Это он от пассажира получил 400 гривен, но за то, что мы ему дали заказ, он заплатит сервису 10%. 400 гривен, это 40 гривен получил наш сервис за то, что мы ему дали заказ, 10%. Вот если бы вы были исполнителем, и вам какой-то сервис давал каждый день по одному, по два, по три заказа, вы этому сервису платили процент? Ну, 80% люди говорят да, некоторые говорят нет, но те, кто не говорят, что нет, то они не будут присутствовать в нашем сервисе. Я расскажу чуть дальше почему. Так вот, мы получили 40 гривен, 10% 40 гривен, а вы получаете с этих 40 гривен 24%. Это получается где-то 8, почти 9 гривен. Вот, а если он сделал два заказа, с каждого заказа вы получаете. А если у вас таких исполнителей не один, не два, а 10, 15, 20, 30, то вы получаете с каждого заказа, который они делают. И вы контролируете работу своих исполнителей. И если какой-то исполнитель перестает работать, но все они живые люди, кто-то может заболеть, кто-то может, не дай бог, попасть в ДТП, кто-то может пойти на пенсию, а кто-то просто сменит профессию. Работал водителем такси, а потом выучился на какого-то специалиста и пошло работать. Ну, то есть перестал исполнитель приносить вам доход. В таком случае вы можете просто его поменять. Будет кнопка, которая заменит исполнителя, которую мы вам дали. Вы выходите на биржу и берете другого человека. Это как в жизни происходит, понимаете. Вот если исполнитель, вот представьте себе, что у вас есть маленькое предприятие, на котором работает 10 человек. И они делают работу, которая связана с функциональностью этого предприятия. И вам все 10 человек нужны. И в определенный момент один из них заболел или ушел на пенсию. Вам нужно найти человека, который станет на его место. Это такой жизненный цикл бизнеса получается. Точно так же и у нас. Если исполнитель перестал работать, то вы идете и берете другого. Это первая ситуация, которая может возникнуть с доходностью вашего проекта. И сама доходность будет зависеть, прибыль вашего маленького предприятия, который вы можете построить на нашей платформе, будет зависеть от нескольких факторов. Первый фактор – это сколько исполнителей находится в вашем кабинете. Это реальных живых людей. Их может быть 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Все зависит от того, насколько вы зайдете в этот проект как партнер. Вот это количество вы можете регулировать со временем. Увеличивать количество исполнителей, которые находятся в вашем кабинете. И чем больше исполнителей будет находиться в вашем кабинете, тем больше они будут. С каждого исполнителя вы будете получать процент от того, что он будет платить сервису. Это первое. Вот если у вас есть 10 человек, и каждый из них делает по одному заказу, то вы получите из 10 заказов процент. И все эти деньги перейдут на баланс, на вашу карточку. Теперь давайте представим, что каждый из них делает не по одному заказу, а по два. То есть это уже будет не 10 заказов, а 20 заказов. Соответственно, с 20 заказов вы получите в два раза больше. То есть первый фактор, который будет влиять на вашу доходность, это количество людей, которые находятся в вашем кабинете. И если кто-то из них не работает, вы можете его поменять. Второй фактор – это количество заказов. То есть количество людей и количество заказов. Чем больше они будут делать заказов, тем больше мы будем зарабатывать. И вот я только что объяснял, если они сделают по одному заказу, это будет один доход. Если каждый из них сделает в течение дня по два заказа, соответственно, доход будет в два раза больше. Вот эти факторы будут зависеть, эти факторы влияют на доходность вашего маленького предприятия, на котором будут работать реальные люди. Так, вот мы обговорили вот этот момент. Теперь я хочу показать, как это все будет смотреться на его. Вот я сейчас на экране показываю. Есть клиент, вот это кабинет клиента, а вот это клиент исполнителя, который оказывает услуги. И давайте посмотрим, как это все работает. Я ищу сантехника. И вот я вижу, вот видите, тут Андрей. Вот с таким значком он есть. Я нажимаю на Андрей, на Андрея, и у меня есть тут кнопка написать. Я ввожу ему сообщение, там, доброго дня. И отправляю ему сообщение. У Андрея появляется вот такое сообщение, что ему прошел сигнал. Помните, я рассказывал, что исполнитель должен зарегистрироваться в чат-боте, и в чат-боте ему тоже придет сообщение, что поступил заказ. Вот тут вот красненький сигнал появился у него, что ему пришел заказ. Он заходит в заказы, как исполнитель. И вот тут вот есть новый заказ. Видите, написан новый заказ. У Андрея появился новый заказ. И он видит, что я ему написал добрый день. Доброго дня. Он мне говорит там тоже, здравствуйте. И отправляет сообщение. Я получил сообщение, здравствуйте. Мы с ним переписываемся. И он говорит, да, я готов. То есть, готов взять заказ. И он нажимает кнопку «Принять заказ». Ну, то есть, есть кнопка «Отказаться». Он нажимает «Принять заказ». Принимает заказ. И у нас статус переходит в заказ «Принятый». То есть, этот Андрей потом приезжает ко мне, делает свою работу, выполняет этот заказ. И мы можем еще переписываться с ним параллельно. Он приехал, сделал заказ и выставляет счет. Он пишет сумму, что эта работа стоит, допустим, тысячу гривен. Вот. И мне приходит сообщение, что оплатить заказ. То есть, вот мы с ним разговариваем. Он сделал работу там. Вот, ремонтировал мне холодильник, допустим, или что-то сделал. И мы с ним общаемся. Он говорит, все, я выполнил, работа стоит тысячу. И он должен закрыть заказ. Здесь вы ставите Андрею какую-то оценку. И сумма заказа – тысячу. И вот, смотрите, у меня тут на счету есть 582 гривны на балансе. Я могу часть денег заплатить со своего баланса, а часть денег могу отдать наличкой. Могу все деньги наличкой отдать, а могу все деньги заплатить со своего баланса. Могу оставить комментарий об этом исполнителе. И закрываю заказ. Вот. И здесь получается, что Андрей получил 500 гривен. Получил. И он тоже закрывает заказ. Ставить звездочки про клиента. Тут написано, назначено тысячу, оплачено 500. 500 я получаю наличкой. Тоже могу оставить комментарий про клиента и закрываю заказ. Все, работа выполнена. Вот таким образом это будет работать. У меня деньги ушли, у Андрея появилось. Теперь, каким образом вы будете зарабатывать? Если мы зайдем в финансовые операции, то мы увидим такую картину. Вот оно все. 21.30 все произошло у нас. Я заказал исполнителя. Он выполнил работу. Я ему оплатил 500 гривен. У меня было на счету 582 гривны. Я оплатил 500. У меня на счету осталось 82 гривны. Исполнитель. У него было 2500 гривен на счету. Он получил 500. И в него стало 3030 гривен. Часть денег из них он получил наличкой. И он должен заплатить 10% от стоимости заказа. Так как заказ был на 1000 гривен, он платит 100 гривен процент. Вот этот процент, который он платит сервису. Вот получается, я заказал Андрея. Андрей выполнил работу. И Андрей заплатил процент. У него было 3030 гривен. Мы забрали у него 10% за работу. Это 2930 гривен. Но так как Андрей был в кабинете Евгения, партнера, то Евгений получил 24% комиссии. То есть у Евгения было 723 гривны. Он получил 24% от этого заказа. И у него стало 747 гривен. То есть такая сумма стала больше на 24 гривны. Это получил партнер. Но у этого партнера был еще один партнер, который находился под ним. И он получил 12% от суммы заказа. То есть мы со 100 гривен 24 гривны отдали первому партнеру, у которого он находился. И 12 гривен отдали партнерам, который находился с ним. У этого человека было 82 гривны, а стало 94 гривны. И так до четвертого уровня можно получать. Вот таким образом все это будет происходить. И все эти суммы отображаются в кабинетах партнера. Вот если мы посмотрим здесь 747 гривен, нажмем на партнера, вот у него 747 гривен на балансе есть. Вот такая ситуация. То есть все это работает сейчас. Нам необходимо собрать необходимое количество партнеров. И теперь давайте вернемся к нашему общему чату. У нас здесь есть общий чат. Здесь 2000 человек. Нам сейчас, чтобы запустить проект, необходимо еще 150 партнеров. Плюс-минус. Все зависит от того, какие пакеты купят. Если купят дорогие пакеты, то намного меньше. А если дешевые, то где-то вот в таком периоде. То есть вот у нас получается, что нам необходимо сейчас добрать 150 человек, и мы начнем рекламную кампанию. Параллельно мы сейчас тестируем приложение на Android и iPhone. Я вам, наверное, рассказывал, что у нас тут вот есть скачать приложение Android и iPhone. То есть это не только сайт, который найти услугу делает. А еще есть приложение, которое мы тоже сейчас тестируем. Это приложение на Android и iPhone для клиентов. Есть приложение для исполнителей. То есть процесс идет таким образом, что нам нужно до старта рекламной кампании оттестировать, чтобы все хорошо работало. Чтобы приложения работали хорошо на Android, на iPhone, чтобы сайт хорошо работал, чтобы все-все-все работало. И тогда мы будем готовы к проведению вот этой трехмесячной рекламной кампании. И те партнеры, которые зайдут до старта рекламной кампании, уже после включения монетизации, будут вот таким образом зарабатывать. Весь этот функционал я продемонстрировал. Ваша задача только что стать партнером. Для того, чтобы разобраться, что такое партнерство, вам нужно зайти на сайт. И тут есть кнопка о проекте. Нажимаете кнопочку о проекте. Тут как работает проект. Видите, короткая инструкция. И тут есть глава стать партнером. И нажать кнопочку подробнее. Если вы нажимаете на кнопочку подробнее, вы попадаете на такой лендинг. И тут есть две кнопки. Telegram или Viber. Переходите в Telegram. И переходите в чат-бот. И там запускаете его. И там я пошагово рассказываю, что это за проект, как он работает, как и сколько вы можете зарабатывать. Тут все нужно выбрать только украинский или русский язык. Запускаете этот чат-бот. И пошла, пошел рассказ. Там есть презентация. Там есть, сейчас я покажу вам в один момент, про разработчика. Мои контакты здесь есть. Можете, если вам будет что-то непонятно, вы можете всегда со мной связаться. Вот просто есть Founder Healthy написан. Это мой никнейм в Телеграме. Нажимаете, можете напрямую мне написать, отправить сообщение. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, пишите мне. Я буду отвечать на те вопросы, которые для вас будут непонятными. Так. Ну, вроде бы рассказал все о проекте. Значит, у нас тут есть кнопки. Давайте пройдемся по кнопкам. Сюда мы указываем свой адрес, где мы находимся для того, чтобы найти клиентов. Сюда мы напишем услугу или выбираем их с категории или просто пишем вот в эту строчку, что вам нужно. Здесь мы переключаем между услугами и такси. Вот тут мы ставим аватарку. И вот тут есть кнопка профиль. Если нажать на кнопку профиль, вы нажимаете сюда, вы можете поставить аватарку. И за то, что вы поставите аватарку, вы получите два хелпи токена. Тут это отдельная история, я потом расскажу вам. Так. Вот вы зарегистрировались в проекте, вы стали просто-напросто клиентом. А после этого вы можете создать услугу или же стать партнером. Я уже рассказывал, что для этого нужно нажать кнопку о проекте, нажать на эту кнопку «Пройти чат-бот» и там узнать все. И если что-то непонятно, связаться со мной, получить ответы на те вопросы, которые вам не будут неизвестны. Непонятные, так будем говорить. Если сейчас у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте можете задавать. Я готов отвечать на те вопросы, которые вы будете сейчас задавать. Включайте микрофон. И давайте будем общаться по вот этой теме. Значит, у вас есть кнопка включения микрофона. Нажмите, пожалуйста, на «Включить микрофон» и задавайте вопрос, если вам что-то вдруг непонятно из того, что я рассказал. Добрый вечер. У меня есть вопрос. Можно? Не можно, а нужно. Я же прошу об этом. Да, смотрите. Значит, вот если партнер, допустим, приобрел пакет, например, стартовый, и по условиям проекта ему не предусмотрен там тоже вот этот как бы партнер. Ну, понимаете, о чем я говорю? Могу ли я просто сам зарегистрировать партнера? Вот я нашел партнера, да, хоть у меня стартовый пакет, и я могу зарегистрировать партнера или даже двух или трех. Вот в том, суть вопроса. Вопрос не могу, а вы должны его зарегистрировать. Чем больше партнеров вы зарегистрироваете, тем больше вы будете зарабатывать. Почему? Потому что заработок у нас не только на исполнителях, которые находятся лично в вашем кабинете, из числа тех, которых мы вам дадим без приглашения, и тех, которых вы самостоятельно пригласите вот через эту кнопку, которую я сейчас показываю. Если вы пригласите человека, который купит пакет, вы заработаете несколько раз. Первый раз, когда он купит пакет, вы получите 20% кэшбэка в стоимости того пакета, который он купит. И таким образом вы можете вернуть деньги, которые вы вложили. И многие партнеры, которые уже у нас сейчас есть, они это сделали. Они купили пакеты, пригласили партнеров, и деньги, которые они вложили, они уже вернули. А пакеты остались с ними. И чем больше партнеров вы пригласите, мы убьем, как говорится, двух зайцев. Вы будете больше зарабатывать, а проект быстрее запустится. Вы будете зарабатывать на исполнителях, которые будут находиться в кабинете партнеров. Чем больше у вас партнеров есть, тем больше вы будете зарабатывать. Даже несмотря на то, что пакет стартовый. Правильно? Я понимаю. Да, да. Но единственная разница в чем, что давайте перейдем к пакетам. Уже будем рассматривать пакеты, чтобы мы понимали, о чем разговор. У нас есть три пакета. Стартовый, базовый, стандартный, премиум. Чем они отличаются? Количество исполнителей, которые мы вам даем без приглашения. В стартовом пакете мы даем четыре человека. Остальных вы должны пригласить сами. В базовом пакете мы даем уже восемь человек без приглашения. Остальных вы можете пригласить сами. В стандарт пакете 24 исполнителя. Остальных вы приглашаете сами. И в премиум пакете сейчас немножко уменьшу. 40 человек исполнителей. Остальных вы приглашаете сами. Второе. Если вы, имея стартовый пакет, пригласили партнера, он купил стартовый, базовый, стандартный, премиум, и у него тоже будут вот эти исполнители. 4, 8, 24 или 40 человек. То он будет находиться на второй линии и вы с этой линии с его исполнителей будете получать 6%. То есть исполнитель, который находится в вашем кабинете, каждый получает по 24%. А вот если вы пригласили партнера, он купил базовый пакет, он стоит под вами, и у него есть 8 исполнителей, плюс тех, которых он пригласит, это может быть 10, 12, 14 там исполнителей. И с его исполнителей вы будете получать 6%, который находится... Стартовый пакет, он ограничен тем, что меньше исполнителей, и вы получаете только с первого уровня. Видите, со второго, третьего, четвертого уровня вы не получаете. В базовом пакете вы получаете уже больше исполнителей, и у вас есть два уровня. То есть если человек, который имеет базовый пакет, пригласит партнера, и он будет получать 6% с пакетов, а у этих партнеров, которые будут находиться на первом уровне, будут еще партнеры, то вы будете получать из второго уровня 3%, 24, 6 и 3. Стандарт в пакете количество увеличивается до трех уровней, 6, 3 и 2. 24% с исполнителей, которые находятся в ваших кабинетах, это все получают 24%. 6% с партнеров в первом уровне, 3% и 2% с третьего уровня. То есть мы делаем такую развязку, что вы можете получать аж с третьей линии. И самые лучшие пакеты, конечно же, премиум. Во-первых, здесь 40 исполнителей, 24% получается с исполнителей, которые находятся в этом кабинете, плюс к 40 человек может еще пригласить, это будет больше. И тут он уже получает не 6%, а 12% с первого уровня. В премиум пакете. 24 плюс 12, плюс 6, плюс 3, плюс 2. То есть получается, давайте посчитаем вместе, сколько проект отдает процентов. Давайте вспомним ту сумму, о которой я говорил, что если исполнить водитель такси, перевез пассажиров с точка А в точку Б на 400 гривен и заплатил сервису 40 гривен, возьмем 40 гривен за 100%, это та сумма, которую я получил проект. Соответственно, если 40 гривен, 24% мы отдаем за исполнителей, которые находятся в вашем кабинете, плюс 12, это 36%, плюс 6, это 42, плюс 3, 45, 47%. То есть из 40 гривен мы отдадим 47%, то есть чуть меньше 50%. 20 гривен все равно останутся в проекте. И за счет этого проект не будет прогорать, не будет скамиться. Почему? Потому что все равно прибыль, даже в самом большом пакете, мы не отдадим больше, чем 50% от прибыли. 47% это максимальное от 40 гривен, которые мы отдаем только в том случае, если человек имеет премиум пакет. А здесь отдаем 24,6%. То есть если взять, опять же, ту сумму 40 гривен, который получил проект в виде процента от исполнителя, то есть мы отдаем 24 за исполнителя, которые находятся в вашем кабинете, и 6. 24 плюс 6 это 30%, а 70% все равно остается проекту. За счет этих денег проект будет развиваться и будет на плаву, так будем говорить. Все понятно, спасибо большое. Я так понял, немного я вперед забежал со своим вопросом. Тогда по той информации, которую вы первоначально дали, а вот, например, по поводу исполнитель и клиент, да, допустим, а, допустим, такой вопрос, что вот исполнителю же ведь как бы не интересно же терять вот этот 10%, пусть там платить сервису, а если он возьмет и нажмет кнопку, например, отказаться от заказа, например, вот это как-то будет предусмотрен, вот этот момент? Да, вот я говорил, что будет тот момент, когда у нас зарегистрируется 100 тысяч людей, то сразу говорю, что из этих 100 тысяч где-то процентов 30 отпадут вот за счет таких вещей. То есть процесс этот будет идти, и если мы будем видеть, что какой-то исполнитель раз отказался, второй отказался, третий раз отказался, то мы с такими исполнителями будем прощаться, так будем говорить. И у нас еще много есть алгоритмов, которые будут решать эти вопросы. То есть это я в двух словах говорю, но там, тут уже мы заложили много-много алгоритмов, которые будут решать эти вопросы. еще раз говорю, что из 100 тысяч, которые зарегистрированы, ну будем так говорить, из 100 процентов зарегистрированных исполнителей, где-то 30 процентов будут уходить с проекта, или мы их будем сами выгонять, за то, что они будут недоборка совестно относиться к проекту. Такая ситуация будет, мы о ней знаем, об этой ситуации, но те люди, которые захотят всю жизнь работать с нашим проектом и получать регулярные заказы, тут же смотрите, что получается, когда вы находите ближайшего исполнителя, то вы будете видеть такую информацию, как, давайте еще раз вернемся к этой ситуации, вы видите их по расстоянию, по рейтингу и по отзывам, то есть человек должен долго работать, чтобы получить хорошие отзывы и хороший рейтинг, если он будет отказываться от заказа, то он не будет показываться вот так вот в списке в ближайшем, он будет где-то там внизу и так далее, а потом он просто уйдет с проекта. То есть вот эти моменты, когда человек добросовестно берет заказ, выполняет, платит проценты, по сути 10 процентов у нас небольшая будет сумма, я сейчас объясню почему, потому что, давайте вернемся к рынку услуг, рынок услуг он существует сейчас, прямо вот мы сейчас с вами разговариваем, а он работает, то есть он работал до нас, во время нас и будет работать после нас. И мы просто сделали более удобный сервис. Вот раньше были объявления в газетах, такие берешь газету, а там пишет электрик, там телефон такой-то, звоните мне, сантехник, телефон такой-то, звоните мне. Были такие большие толстые газеты, если вы помните, желтые их называли еще. То есть это все работало тогда с таком образом, мы просто сделали более удобный инструмент, когда вы можете очень быстро найти, сравнить и выбрать любого специалиста. И те люди, которые будут заинтересованы, чтобы получать заказы всегда, по жизни, но, то они будут качественно относиться, ну, будут нормально относиться к той ситуации, что нужно отдать. Это первый нюанс. Второй нюанс. Смотрите, в каждом городе есть много служб такси. 2, 3, 5, 10, 15, 40. И все они в свое время провели рекламную кампанию, и все они зарабатывают. Точно так же и мы, когда мы проведем трехмесячную рекламную кампанию, мы тоже будем зарабатывать, как и все. Но, разница между просто службой такси, а у нас тоже будет такси, и нашим сервисом заключается в том, что мы будем прибыль получать с большей аудитории. То есть, если службы такси зарабатывают только на водителях такси, и они работают и зарабатывают, то мы будем зарабатывать на очень большом спектре услуг. За счет этого мы сможем понизить процент, который мы будем брать с исполнителя. То есть, если какая-то служба будет брать 20% с заказа, то мы сможем взять меньше. Почему? Потому что мы будем получать доход с большего спектра. Не только с водителей такси, как это делает служба такси, а со всех исполнителей, которые будут в разных сферах находиться. За счет большой базы мы сможем для исполнителей сделать меньший процент, и им будет выгоднее работать у нас, чем какой-то другой компанией. Понимаете, о чем я говорю? Ну, конечно, да. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, вот у меня он уже как бы работает уже в такси не первый год. Ну, мы в городе Николаево. Вот я ему предложила наши услуги. Он говорит, а смысл мне вообще менять? У меня все прекрасно. Как его переубедить? Какие плюсы ему рассказать, вот, чтобы он пришел именно к нам? Смотрите, когда мы начнем рекламную кампанию в вашем городе, и она будет длиться три месяца подряд, то какая-то часть водителей такси обязательно пройдет. Ну, то есть там не все сразу придут. Придет часть, допустим, третья часть, или четвертая, или пятая половина придет. То есть три месяца будет идти реклама в вашем городе. И когда у нас пойдут заказы, за счет этого тот же ваш родственник увидит, что заказы есть, и он обязательно придет. Если взять водителя такси, если кто-то ездил когда-нибудь в больших городах, может быть, обращали внимание, что у водителей такси есть два или три телефона на торпеде лежат. То есть они получают заказы не с одной службы, в которой они работают, а с двух-трех. В некоторых службах там заказы дорогие, в некоторых там больше заказов, в некоторых там еще какой-то. То есть людям, по сути, нужны клиенты. И им не важно, откуда получать заказы. И еще раз говорю, водители такси, которые будут работать в нашей системе, они будут одновременно получать заказы и со второй, и с третьей, и с четвертой службы. Потому что, по сути, людям нужны просто клиенты, чтобы зарабатывать. И я когда говорил, что мы не возьмем 100% рынка, я говорил о том, что наша задача взять от 10 до 20, до 30% в зависимости от категории рынка. И это будет достаточно для того, чтобы проект работал, зарабатывал и приносил прибыль и проекту, и партнерам. Еще вопросы, пожалуйста. Да, если можно, я бы тоже как бы дополнил, что тут именно не менять действительно для водителя такси, а дополнить свою базу клиентскую, дополнить именно еще одним сервисом, а не поменять одно на другое. Тут его не переубеждать, а просто расширить, дополнить. Еще один очень важный момент. В водителе такси есть такое понятие, как час пик, когда заказов много. Вот утром люди все идут на работу, водители такси все заняты, перевозят людей на работу. Перевезли, час пик закончил, они сидят без работы. Потом начинается вечернее время, всех надо с работы отвезти домой. Опять все заняты. А потом опять тишина. То есть, есть такая волнообразная система заказов. Так вот, если водитель не просто водитель такси, а он может быть тамадой, а может быть сантехником, а может быть электриком. В нашем проекте он может зарегистрироваться и водителем такси, и сантехником, и тамадой, например, я говорю. И вот он утром вышел на работу, час пик, у него много заказов, он крутится, берет заказы, работает, а потом раз, час пик прошел, он сидит, оказался в каком-то спальном районе, так будем говорить, где нету заказов. Но у него в багажнике может стоять маленький чемоданчик, электрика или сантехника. И вот он стоит, в этот момент какой-то хозяйке кран потек, там сломалось электричество, она нажимает на кнопку показать ближайших сантехников, видит, что у него прямо вот 100 метров от нее есть сантехник. Она не видит, что он таксист, она просто видит, что он сантехник, он зарегистрировался в этой категории. Она нажимает, он пошел, взял чемодан, отремонтировал и кран, заработал денег, не стоял под обочиной, часами ждал заказ, а заработал в этот момент. А в этот момент, пока он ремонтировал кран, ему позвонили, сказали, вот на выходные нужны тамада, пожалуйста, он еще и взял заказ на тамаду. Ну, это как вариант, я просто рассказываю. Так, еще вопросы, пожалуйста. А еще может быть пока вопрос, еще такое, вот рефериальная ссылка, да, и, например, вот я зарегистрировался без всякой ссылки, и куда ее там вставлять, допустим, я не увидел, и, например, если кого-то, например, мне подключать, то куда ее там вставлять, эту ссылку. Смотрите, вот два красненькие квадратика, видите на экране? Ниже. Нажимайте, тут появилось слово скопировано, видите? Да, скопировано. Это оно пошло в этот самый браузер, потом я беру в Telegram раз и вставил, видите, вставилась ссылка. Да, да. Вы можете в Telegram, в WhatsApp, Viber вставить ее, и человек, который перейдет по этой ссылке, ну, давайте я попробую винкогнику. Да, все, я понял, он просто переходит по ссылке и... Смотрите, я вот вам сейчас видно экран? Да. Винкогнито я открываю, видите, человек переходит по ссылке, тут идет регистрация, он указывает телефон, пароль, пароль подтвердить, и все. Он регистрируется в проекте и параллельно попадает в ваш кабинет. Все, понятно. Спасибо. Сергей, я витаю, как диаманты меняли на токене? Смотрите, сейчас я найду этот сайт. Так, не забывайте, когда вы переходите на этот сайт, выключать переводчик. Надо обязательно на английском языке переходить, потому что он некорректно работает. Так, когда мы переходим на диаманты, так, вот видите, тут есть вкладка диамантовые нагороды. Так, бачу. Вот нажать на них, и тут проекты раздают за диаманты всякие фишки. Видите? Вот за 2000 диамантов, за 6000, за 8000, за 2000. Вот тут будет, я напишу, когда это произойдет, мы тоже здесь выдадим, что за диаманты обмен будет идти. Вот, диаманты. А? Зразуми, дякую. Собирайте. В определенный момент я вывешу, когда мы пройдем верификацию полностью, у нас еще на верификации наш токен, там нам нужно добавить наш аватар, чтобы прошло и все остальное. То есть, процесс верификации еще мы проходим, хотя он уже рабочий, хотя его можно купить, но верификация идет. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, вот если я хочу купить токен, мне нужно как-то зарегистрироваться на, на чем мне нужно зарегистрироваться и каким образом мне купить, чтобы они появились у меня в кабинете. токены. Они не в ваш кабинете появляются, они появятся в вашем Metamax кошельке. А, то есть сначала нужно зарегистрироваться на Metamax. Да. Так? Сначала нужно зарегистрироваться на Metamax и только после этого можно покупать Healthy Token. Правильно? Да, смотрите, вот есть у нас биржа, называется Pankerswap. Видите название? Ссылку я могу дать, чтобы купить токен, надо зайти вот по этой страничке, тут есть вот наш Healthy Token. Мы еще не прошли полностью в верификацию, здесь у нас нету нашего логотипа, я сейчас прохожу в верификацию, но купить его уже можно. Вот вы можете написать, допустим, 100 Healthy Token вы хотите купить, стоят они 18 долларов, 19 центов. вы видите цена. Но для того, чтобы купить, надо перейти и подключить свой кошелек, то ли Metamax, то ли другой кошелек. Вот я нажимаю подключить кошелек, тут можно выбрать TransWallet, Metamax или какие-то другие кошельки. Вы подключаете, допустим, Metamax, подключили, потом здесь устанавливаете с чего вы будете платить. А этот Metamax каким образом можно установить? Очень просто. Нажимаете на кнопку поиска Google, пишите Metamax кошелек. И тут вот видите, написано первым Metamax его. Нажимаете на это самое, тут есть расширение. Завантажите для Chrome. Завантажите, вот тут у вас появится вот такой значок. Но тут очень важный момент. Когда вы будете регистрировать кошелек, вам нужно обязательно пароль запомнить, который будете платить. И там еще есть 12 кодовых слов на английском. Их надо обязательно сохранить, потому что если вы потеряете 12 слов, то вы свой кошелек зайти не сможете никогда. И никто вам не поможет. В этом кошельке нет администраторов. Он децентрализован, этот кошелек. То есть здесь нету людей, которые могут зайти и вам что-то помочь. То есть вы регистрируетесь, пароль и 12 слов. И если вы потеряли пароль и 12 слов, уже все деньги, которые находятся на вашем кошельке, они уже пропадут. И на сегодняшний день у нас есть на миллионы долларов людей, которые имеют кошельки, но не могут туда зайти, и там эти деньги лежат, но доступа нету к ним. Знаете эту историю, нет? Нет, не знаю. Да. Ну вот говорят, давайте так, в гугле спрошим. Так. Сколько кошельков не имеет, как это самое, не имеют криптовалюты. я такой. Какие у нас криптовалюты есть? Этот самый эфирин, потом биткоин, да, давайте на биткоин. Да. Сколько кошельков биткоина. недоступны. Недоступны. тут написано, что потеряны навсегда, потому что люди просто не могут зайти в свои кошельки. Можете почитать эту статью, любую, на эту тему. То есть кошельки, они децентрализованы, там нету администраторов, которые могут вам помочь поменять пароль, или что-то другое сделано. Почему они надежные? Потому что туда никто не имеет доступа, кроме у вас. Когда вы регистрируетесь в децентрализованном кошельке, вы вводите свой пароль и 12 слов, и только вы можете зайти с любого устройства, имея в наличии вот эти 12 слов. Если вы потеряли эти 12 слов, то ни вы, ни кто другой зайти туда не сможет. Но если кто-то найдет 12 ваших слов где-то, ну, грубо говоря, украдет у вас эту бумажку, или где вы там спрятали, то он сможет зайти. Ну, это надо... Ну, если про токены зашла речь, а на каком блокчейне создан токен? Binance, BNB. Спасибо. Функционал под него, так сказать, предусматривается. А? Не слышу. Какой функционал предусматривается для токена, что там он будет в проекте в нашем как бы выполнять? Ну, самый основной функционал мы сейчас будем выходить на крипто-биржу для того, чтобы... Смотрите, для того, чтобы запустить проект во всем мире, понадобится привлечь миллионы долларов на рекламу в всех городах. И одна из частей, откуда мы будем привлекать финансы на рекламу этого проекта, это продажа токенов. То есть, токен это, по сути, как крипто-акция компании. Он будет иметь некую цену. Вот, когда мы запустим проект, проведем рекламную кампанию в одном, втором, третьем, четвертом городе, допустим, допустим, мы запустим Киев, Харьков, Днепр, ну, или Львов, в зависимости от того, какие мы будем города запускать. В этот момент мы покажем, что наш проект рабочий, и что люди зарабатывают. И тогда мы начнем сильно пиарить наш токен, для того, чтобы нам купили наш токен, и за счет этого токена мы сможем проводить рекламные кампании. И он будет расти в цене. Я прогнозирую, что токен вырастет в 4-5 раз. Будет стоить где-то 4, 5, 6, 7 долларов, до 10 долларов за один токен в будущем. Но это будет произойдет только так, что я не советую вам ни в коем случае сейчас продавать эти токены. Это знаете, как биткоин раньше стоил 10 центов, он несколько лет стоил 10, 10, 10, 10, а потом подрос до цены до 17 тысяч долларов. Сейчас прыгнул и больше. Точно так же наш токен, он сейчас будет стоить копейки первое время, но придет тот момент, когда он вырастет в десятки раз. И вот нужно дождаться этого момента, когда вы сможете обменять их на хорошие деньги потом. Но еще раз предупреждаю, что это произойдет только после того, когда мы запустим сам проект, проведем рекламные кампании, хотя бы в двух-то городах, мы просто-напросто напишем тогда в криптосреде, что вот мы запустили проект, он работает в трех городах, а мы хотим его запустить в тысячи городах. Кто хочет покупать эти токены, мы эти деньги направим на рекламу этого проекта. И соответственно люди начнут покупать токены и он начнет резко расти в цене. А например в самом проекте он там будет как возможность может быть как в качестве финансов например использовать или как? Я сейчас у нас есть многие моменты. Во-первых, рекламу можно будет за токены делать. Во-вторых, помните, я говорил, что вы можете поменять исполнителя, если у вас не будет работать в кабинете. Помните такой ситуации? То есть, если вы ваш исполнитель не работает, в первое время вы их бесплатно поменяете, ну а потом в будущем их надо будет менять за токены. Это один из направлений. Каким образом вот это все происходит? То есть, если мой исполнитель перестал работать, как я должна его поменять? Смотрите, заходите в пакеты, видите своих исполнителей, вы будете видеть, вот так вот вы нажмете и будете видеть каждый заказ, который они делают. Вот работал, работал человек, а потом перестал. Видите, что день не работает, два не работает, три дня не приносит вам заказ. Но это живые люди, понимаете? Вот он перестал работать. У вас будет кнопка вот здесь вот стоять, выйти на биржу и поменять. То есть, нажимаете на кнопку, там высветится количество исполнителей, которые ни у кого в кабинете не находятся. Я извиняюсь, Сергей Васильевич, а мы будем иметь связь с этими своими исполнителями? А какая вам необходимость иметь связь, скажите, пожалуйста? Ну вот, если он заболел, я могу просто связаться с ним и спросить, ну, может быть, он просто заболел. Вы знаете, я не готов сейчас на этот вопрос ответить, но вам нету необходимости связываться с этими людьми. Объясню, почему. Исполнитель будет работать непосредственно с проектом. Он платит процент проекту, а мы проект как проект уже делимся с вами. Вы просто контролируете, чтобы увеличить количество своей прибыли, вы просто контролируете работу своих исполнителей. Вот тех исполнителей, которых вы лично пригласите, с этими вы будете иметь связь, потому что вы его пригласили. А тех исполнителей, которых мы вам дадим без приглашения, с этими все зависит от того, он даст возможность с вами общаться или нет. Тут у нас есть кнопка такая показывать свой телефон. Видели ее, нет? Так, бачевый. Видели, да, бачевый, да. То есть сам человек, если он захочет, чтобы с ним общались, он нажимает кнопку и показывает свой телефон. И вы тогда видите его телефон и общаетесь с ним. Если он не захочет, он не поставит птичку и вы не будете видеть, где это у меня уже, честно говоря, подзабыл. Там, где как это воно, где користователи регистрируются в кабинете и внизу, в самом внизу их, и там сразу телефоны. На канавце користователи где-то было, я уже забыл, тут столько много наработал, но где-то есть кнопка, в которой человек указывает доступность или недоступность. Еще вопросы, пожалуйста. Так, но если нет вопросов, переходим к самому интересному. Значит, у нас была игра, и мы тут играли, и токены можно выигрывать. В принципе, игры очень простой, вы заходите, тут есть время игры, заходите и надо ставить на вот эти квадратики, у вас на счету есть токены, когда человек регистрируется, он получает 5 healthy токенов, когда он ставит аватар, он получает еще 2 healthy токена, каждый день он может зарабатывать по 3 healthy токена, помогая в рекламе, итого каждый день может, ну это не обязательно делать каждый день, но если есть возможность, 5-10 минут уделили и получили эти токены, и эти токены можно держать, а можно выигрывать, игра самая справедливая, которая есть в природе, тут 33% выиграют, 33% проигрывают, тут есть правило, здесь написано правило игры, они видите, здесь коротенькие очень, и цель игры, тоже очень коротенькая, 33% выигрывают, 33% проиграют, а 33% останутся при своих, вот если вы кто-нибудь играл в базартные игры, то там 97% проигрывают, а 3% только выиграют, и то не всегда, а здесь 33% могут выиграть, принцип игры очень простой, вы ставите на вот эти квадратики, для того, чтобы игра запустилась, необходимо сделать 10 человек, чтобы поставили ставки, когда они поставили, запускается таймер, это становится желтым, пошла игра, вы ставите на какой-то из этих квадратиков, и если в этом квадратике будет меньше всего ставок, ваша ставка удваивается, в 2 раза больше становится, но если вы попали в квадрат, в котором больше всего ставок, вы проиграли, вот эти деньги, которые проигрались, распределяются на людей, которые проиграли, то есть вот эти выиграли, а эти проиграли, эти отдали деньги вот этим, А там, где посредине ставка, то есть ни меньше, ни больше, то они не выиграли, не проиграли, они просто получили деньги назад. То есть получается 66% или не проиграли, или выиграли, и только 33% выигрывают. И у нас был конкурс. Те люди, которые победили, они должны были получать за первое место базовый пакет. И я хочу поздравить Наталью. Она выиграла 199 токенов в эту игру, и она получает базовый пакет. Наталья, если вы любите, напишите мне, пожалуйста, в чат свой код приглашения, и я вам в кабинет добавлю. Второе место заняла Юлия. Она выиграла 161,5 токена. Она получает стартый пакет. Третье место занял Сергей. Сергей, ты тут на связи? Значит, Сергей написал мне, что он свой выигрыш передаст человеку, который больше всего нуждается, хочет стать партнером, но не имеет возможности. Мы проведем этот момент. Выигрыш Сергея передадим человеку, который хочет стать партнером, но не может, но мы отберем такого человека и передадем. И третье место, четвертое место заняла Нина. Значит, все, кто выиграл, пишите мне, пожалуйста, в личку свой код приглашения, и мы ваши призы сделаем. С первого числа следующего месяца мы опять начинаем игру. Там будут немножко другие призы. Но давайте, будет возможность, будем зарабатывать таким образом. Еще в нашем проекте, значит, смотрите, для того, чтобы играть, надо прочитать обязательно вот эту вот информацию. Она здесь небольшая, но ее нужно знать. Так, здравствуйте, как добавить токен Метамакс? Написали мне сообщение. Ага. Так, смотрите, сейчас. Где-то он у меня. Так, переслать. Вот есть видеоинструкция. А вот тут вот есть код токена. Так. Смотрите вот это видео, по инструкции действуйте, добавляйте вот этот код токена, и у вас тогда в кошельке появится наш токен. В Метамаксе и в любом другом кошельке. А можно закрепить это видео в закрепленных, чтобы было? Ну, если ребята запишут и выложат, то да. Так, еще вопросы? Я еще раз хочу поздравить победителей. Спасибо большое ребятам, кто участвовал. Вот. С первого числа начнется еще раз ситуация, в которой будете играть, будете выигрывать. Вопросы еще, пожалуйста. Я немножко не поняла, как бы первое, второе место понятно, а третье, четвертое непонятно. Ну, то есть там, получается, пакеты получают. А вот с третьим, четвертым местом не совсем понятно, что мы получаем, честно говоря. Давайте так. Вот тут написано, за третье место первый взнос рассрочки базового пакета. Видите? А что значит первый взнос? Давайте заходим в пакеты. Тут есть купить пакет, а есть рассрочка. Видите, написано. То есть это за стартовый пакет, это 15 долларов. То есть человек, который покупает пакет в рассрочку, за него первый взнос оплачен, а три взноса надо будет заплатить. Одну четвертую. За базовый пакет тоже. Это 37 долларов 50 цифр. В базовом пакете это выигрыш 37 долларов 50 копеек. В стартовом пакете это 15 долларов. Все понятно теперь. Так, еще вопросы. Есть немножко как бы пожелания. Ребят, кто хочет. Вот мы месяц как бы пытались зайти в эту игру, пытались всеми силами работать, но не все заходят, а, к сожалению, игра не запускается, потому что нет хотя бы 10 человек в игре. Все. То есть остальные тупо ждут, когда кто-то присоединится. Поэтому хотелось бы, чтобы вы подключались и рассказывали всем остальным, что есть такая возможность зарабатывать, и призы, и возможность вообще расти, да. Поэтому от нас всех зависит, насколько будет развиваться наша компания. Подключайтесь, пожалуйста, потому что, ну, заходит 2-3 человека, игра не запускается, мы посидели и ушли, называется. Ну, смотрите, я рекомендую писать в чат. Там есть время игры. Давайте так, сейчас я... Днем мне неудобно, я работаю. А вот в вечернее время мне удобно, но мы неоднократно заходили, и вот сидим, ждем там. Вроде в чате и 13, и 14 человек, а игра не запускается. Ждем, ждем, просто теряем время. Ну, я ж не могу заставить людей. Я сделал возможность выигрывать, но не хотят... Не, не к вам претензии, я всех остальных, как бы, пытаюсь, ну, как бы, чтобы они подключались. Тут, когда приходит человек, игра интересна, когда играют 20, 30, 40 человек. Как я вот наблюдал, когда присобиралось больше 20 человек, тут просто такой азарт получается у людей. Там некоторые писали, что даже как роботы работали. Ну, то есть эти 2 часа просто пролетают в этой игре. Поэтому я и сделал возможность играть с 11 утра, тут 13.00. Ну, давайте будем делать так и образом. Заходите в чат и пишите, ребята, кто будет играть, поставьте плюс. Если поставили 10 человек, чтобы не сидеть, не смотреть на игру, ждите, пока появится там 10-15 плюсов. Как только появились плюсов, кто-то пишет, ну что, 15 плюсов есть, пошли играть. Вот так вот предлагаю сделать. А остальные подтянутся, увидят, что 15 плюсов есть и тоже подойдут. И я, кстати, увижу, что есть 15 плюсов, там 12-15 и запущу игру. Так, ну, если нет вопросов, большое-большое спасибо. Надеюсь, запись будет. Те, кто не посмотрел, посмотрят. Всем хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!